Свежие спортплощадки в городе. Продолжается муниципальная программа по ремонту и строительству спортивных объектов Чебоксар. Как прошла выездная проверка и почему жители Сосновки остались без места для занятий спортом, расскажет Ирина Волкова. Здесь должно быть бесшовное спортивное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Но что-то пошло не так. Площадкой в школе номер 10 в Сосновке занималась подрядная организация ЮМАН. Сроки ввода в эксплуатацию истекли, а претензии остались. На эту площадку выпускать детей небезопасно, потому что есть множественные наплывы, разрывы, отслоение резины от асфальтового покрытия, что естественно может повлечь травмы за собой. И мы считаем, что мы приняли единственное правильное решение, расторгнув контракт с таким подрядчиком. Сейчас подрядная организация и администрация ведет претензионную работу. Специалисты привели экспертизу, ожидается их заключение и решение арбитражного суда. А жители Соленова совсем скоро смогут опробовать свежее искусственное покрытие. Осталось установить ворота и именю футбола в Соленом быть, а зимой катку. Здесь инструктор как раз по месту жительства, он будет и ухаживать за этим полем. Зимой он будет чистить его, а летом мы будем предпринимать меры для того, чтобы эту траву чесать, для того, чтобы она была в хорошем состоянии. Новые спортплощадки в городе обустраивают по муниципальной программе. В прошлом году их построено три у школ и две во дворах. В этом году будут подготовлены футбольные поля на базах школ 56 и 27 во дворе домов номер 14-16 по проезду Соленое. Единственное отличие у школьных площадок металлическое ограждение во дворах – хоккейные борта, чтобы зимой использовать площадку как каток. В остальном они схожи – футбольные ворота, искусственный газон. А вот живую траву сейчас выращивают на стадионе «Спартак». Поливка – три раза в день из-за жары. Особый режим подравнивания и удобрения, чтобы ростки окрепли и смогли дольше прослужить и безболезненно перезимовать. Когда маленький ребенок, вы всячески ухаживают, чтобы в последствии, когда он стал взрослым человеком, соответственно, иметь возможность уже упустить самостоятельное плавание. Аллегория данная наиболее полно характеризует именно рост данной травы. Когда она маленькая, когда она не крепкая, не скашивается, дает ей большую степень роста. Сейчас трава подросла до 5 сантиметров, и через 2-3 недели ее подровняют до нормативных двух. Вообще «Спартак» пережил полную реконструкцию. Весь комплекс обновился и внешне, и внутренне. Раздевалки, пресс-центр, трибуны, освещение – вся инфраструктура готова. Общий объем финансирования – более 130 миллионов рублей. 30 июля, в День здоровья и спорта, мы открываем для всех любителей здорового образа жизни. Будут доступны беговые дорожки. Всех желающих позаниматься, побегать, пожалуйста, мы приглашаем. С 7 утра теперь стадион будет доступен. И само собой на поле футбольная команда «Спартак» будет принимать домашние матчи. Весь стадион обустроен согласно стандартам FIFA. Ирина Волкова, Сергей Исаев, Республика.